всем привет спасибо как всегда был говорю вам за то что смотрите эти монологи за то что пишите комментарии комментарии это может быть даже интереснее чем все что я говорю потому что много информации вы передаете друг другу и мне в том числе и высказываете свое мнение и читая ваши комментарии разбираясь в мнениях ваших о той или иной группе я составляю картину мира уж извините используя эти комментарии для составления общей картины мира и самосознание ну она меня иногда радует иногда не радует хотя конечно она должна радовать потому что мир прекрасен мы в нем живем и радоваться надо как говорил мой товарищ друг андрей панов свин ну мы о нем поговорим отдельно а его музыки тоже а сейчас я хочу вспомнить как себя тут вспоминаю сижу ничего не выдумал вспоминаю старые пластинки которые являются небольшой частью моей жизни некоторые большой частью некоторые но все равно из этих частей в том числе состоит моя жизнь также как и ваши на самом деле первый альбом группы канал знакомство с ним у меня произошло довольно интересно потому что канал я услышал еще учась в средней школе ну потом ее конечно закончил блестяще и и начал играть рок-музыку уже в школе еще в точнее и соответственно узнавать конечно узнавать новые 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 коллективы посещал пластиночный толчок как у нас это называлось черный рынок то есть толчок был начиналось все это для меня вообще начиналось раньше началось в авто для меня начиналось на улице червонного казачества у магазина юный техник и в общем я по тем временам было уже достаточно достаточно подкован в смысле музыки потому что спекуляция пластинками она помимо материальной выгоды которая иногда на нас не сходила иногда нет мы прогорали потом снова восстанавливались но и информационная составляющая конечно огромная была помимо этой самой выгоды или невыгоды и интерес поле расширялась вот это вот самая пластиночная в головах у нас и в душах и в сердцах мы узнавали много 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 нового 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 в том числе группу канал музыку группы канал английской но как то так получилось что в те годы а именно самый конец семидесятых самое начало восьмидесятых я не помню в каком году это произошло среди нас ходила одна единственная пластинка группы камел это сноу гуз поскольку информации не было никакой ну вообще никакой о рок-музыке и пускай мне не рассказывают про то что советском союзе все было все все знают никто ничего не знал и ничего не было на самом деле только ушлые спекулянты получали пластинки потом их переписывали они уже шли в народ там видим гнитофонных записей ну а информация если там читать журнал ровесник или какие-то еще микроскопические статейки в других изданиях это это ведь не информация бывает а так все в общем слушаем и группу канал снова гуз альбом и у всех было ощущение и уверенность в том что канал это исключительно инструментальная группа но как там голландский фокус например да хотя там иногда тоже пели чуть-чуть но это инструментальный коллектив да и мы были абсолютно уверены что кэмэл играет экстраментальную музыку и вот как-то раз мне попала в руки эта пластинка первая я с огромным удивлением для себя понял что кэму оказывается еще и поют и здорово поют и песни пишут не просто вот эти пространные то что называется soundscapes звуковые пейзажи как на сноугуз и на ряде других альбомов оказывается они пишут песни и оказывается это такая же рок-группа как все остальные в хорошем смысле этого слова они просто какие-то такие углубленные в себя инструменталисты нет ничего подобного и я эту пластинку безумно полюбил люблю до сих пор хотя я не не трудно сказать является ли она является ли она лучшей или не является ли она лучшей и вообще какая пластинка кэмэл лучше не знаю мне нравится музыка группы кэмэл мне нравится их извините за выражение концепция нравится их звук и благодаря именно этому звуку многие я в том числе относят если говорить о стилях что я терпеть не могу но чтобы было понятно в каких-то обсуждениях когда что-то читаю с кем-то общаешься относятся к к разряду групп кентерберийских кентерберийский звук да такой вот как там караван скажем например и ряд других хотя в географически нет географически все не так но звук абсолютно тот же вот эта прозрачность и в хорошем смысле слова поверхностная такая поверхностная музыка легкая и она вот что я могу сказать для меня про себя она не проникает глубоко в сердце вот она не будоражит и она не расслабляет так как некоторые музыка некоторых других коллективов когда полностью погружаешься в нирвану да в такую вызванную чудесными звуками она не провоцирует на уличные беспорядки когда он тяжелый рог да например уличные беспорядки могут быть разные да например там выпивание алкоголя в неположенном месте или что-то такое там с девушками связанные или где-то еще это все как бы только разряд уличных беспорядков можно отнести если она не провоцирует на эти вот агрессивные активные действия она не копает глубоко она не заставляет задуматься о чем-то серьезном да но это не значит что она попсовая как пена в ванной да как коврик в ванной как духи какие-нибудь вонючие да как я не знаю как масса таких попсовых групп пластмассовых абсолютно ненавистных мне это очень хорошая музыка она и глубокая сам тебе противоречу да и умная и чувственная и одухотворенная но она легкая и вот эта чудесная легкость вот этот изумительный баланс между сложностью и легкостью тяжестью и легкостью до сложностью и простотой вот эта тонкая-тонкая грань по которой идет группа камел шла группа камел напряжение всех своих альбомов так же как и караван так же как и другие группы с вот этим вот звуком условно называемым кентерберийским да вот они не свалились не в умничание не в проповедничество не 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 дидактичны не 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 пробок не провокационные они вот это вот тонкое-тонкое искусство тончайшие как как стихи блока там например да какие-нибудь и вот в этом кайф конечно и и группа камел она ведь на протяжении всей своей карьеры все свое существование он этот звук не изменила они выдержаны все альбомы выдержаны в едином звучание конечно там добавлялись тембры добавлялись инструменты менялись музыканты но общая концепция даже на самых их таких песенных и условно говоря поп роковых альбомов альбомах там после альбома ньют скажем две-три пластинки все равно они все равно они прозрачны такие как как начали так шли и при этом ну в общем это не повторение пройденного это все время новые все время новые пространства какие-то открываются в общем очень здорово прекрасная группа энди ворд ударные перкуссия дуг фергус дак фергюсон бас и вокал питер барден с орган мелатрон и энди латимер композитор ну так же как и все остальные члены участники групп гитара флейта клавишные и бокал замечательный что я хочу сказать об этой пластинке она здесь кому еще не озверели в хорошем смысле этого слова они еще не стали вот такими метрами этого самого легкого умного доходчивого своего почти симфонического звучания это еще такая такая рок-группа как все как я уже говорил самом начале в хорошем смысле этого слова это очень хорошая группа английская чисто английская чисто без без блюзовых историй без тяжелых и фанковых таких американских штук хотя безумно люблю американскую музыку но здесь этого ничего нет здесь другая история и конечно три блестящих песни которые ну просто вот просто вот слушаешь песню примерно что вот эта песня класс это вы слове self down вместе queen и never let go на второй стороне первое просто три песни которые сразу пластинку продает на раз и не мудрено что после выпуска этого альбома карьера пошла вперед то есть появились контракты появилась аудитория появился интерес у звукозаписывающих звукоиздающих компаний пройти мимо такого альбома хотят 73 год и масса пластинок выходила именно в таком направлении как бы серьезным перестали играть а стали играть серьезную серьезную интересную красивую музыку не буду называть стиль к которому определяет это все дело слово you self down басовый риф все все держится сначала на басовом рифе причем и звучание баса не как бы она с одной стороны мягкая совершенно конкретные нотки все слышно очень интересный риф и пошли конги в первой песне сразу единственная песня где перкуссия атомная совершенно на конгах присутствует и чудесная мелодия которую поет латимер своим таким матовым матовым тембром голос матовым тембром таким не режущий не не прорезающий тебя насквозь да а очень интимно все очень интимно и все очень ну то есть я повторюсь интимно и лично а как иначе да и прямо эта песня для песни не для тысячи человек которые пришли на концерт а для каждого отдельно из этой тысячи вот умудряется к этой штуке прийти но огромные инструментальные куски в каждой песне да и только вот запев пошел с low и self down поется два куплета да и потом начинается раз меняется ритм меняется темп все замедляется несколько аккордов и вдруг пошла гонка вдруг взрыв там ядерная аккорд совершенно вылетающие из левого канала латимера и прекрасная гитарная хотел сказать соло нет гитарная партия быстрая агрессивная роковая с квакушкой со всеми делами очень интересная эту партию перехватывает орган перехватывает синтезаторы перехватывают клавиши всех видов которые здесь используются здесь много чего используется орган мелатрон фортепиано висе с 3 синтезатор синтезаторы разные еще кроме кроме этого всего и вот этот огромный инструментальный кусок потом возвращается снова в слове self down вместе квин следующий номер простое акустическое арпеджио на арпеджио на акустической гитаре простое такое почти школьная но из этой школьной истории развивается прекрасная песня вместе квин опять с огромным инструментальным проходом скажем так и погружаешься в эту историю но она не засасывает она не затягивает как играл самом начале да она очень легкая такое ощущение что ты не летишь в облаках где-то там с группы ес скажем так и не катаешься по земле в экстазе от тяжелого рока а в 30 сантиметрах над поверхностью земли идешь легкими шагами соответственно не касаясь земли вот так вот движешься 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 и движешься и вперед six eight инструментальная композиция довольно сложная но не не загрузочная тоже такая вполне separation еще одна песня с текстом с голосом посложнее чем slow yourself down и вместе квин уже в сторону вот этого самого модного в ту пору в англии серьезного как бы рока да но это и не портит never let go на второй стороне я уже говорил это еще один потенциальный хит просто запоминающаяся мелодия не буду да не буду портить впечатление рабинович спел да я услышал но это неважно просто очень хорошая штука curiosity прогрессив рог прорвало меня да и этот прогрессив рог заканчивается это не достигает своего апогея на руба луба инструментальные пьеса в финале где наконец-то музыканты озверели уже по хорошему и появляется синтезаторный ветер и появляется мощность появляется плотность все это обрастает мясом и в конце это мясо просто тебя поднимает я не знаю может ли мясо поднимать здесь она поднимает и ждешь второго альбома сразу группы канал потому что хочется продолжить эту историю ну а я пошел пить пока